МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент Беларуси Александр Лукашенко адресовал суайчинницам веншавание с Днем Жаншин. Керауник державы назвал Восьмое Саковика одним из самых чудовных свят, и оно наполнено теплыми словами, ширыми усмешками и весновым настроем. Миновата вы, дорогие жаншины, выставляете собой природную пригожость, любовь и пяшчоту. Мы удержаны вам за мудрость и клопоту выхования детей и молодых, за энергичность и процовитость, за умение створать утульность, парадок и гармонию в доме. Ваша жанноцкость и шаровность робят наше життя больше ярким и пригожим, говорится в веншавании. Александр Лукашенко пожадал суайчинницам, чтобы им зауседы сподорожничали счастье и удача, а так само мощного здоровья, миру и добра. Даже сегодня у Палацы Незалежности зародилась новая традиция. На годы для встречи и уручения державных узнагород стали одразу два святы. День оборонцев Айчины и Международный жанночий день. Президент Беларуси Александр Лукашенко означал, что рады бачить у Палацы Незалежности людей, которые стали прикладом одваги, пошаны и мужности саправдных мужчин, которые в таком не простое время выбирают профессию оборонять родиму. Им присвоены высокие звания и уручены новые погоны. Президент Шира витал и суайчинниц, и он отзначил беларусские жаншины самые лепшие и самые пригожие, которые умеют с дивным чином получать у себя силу характера и незвычайную жанноцкость. Многие досягают великих высшин абсолютно у нежанноцких профессиях. Особливо видовошно это проявилось в спорте, сказал керовник державы. Не меньше важный подвиг, что дзенна заясняют и мати, особливо шмадетные. За народжение и выхование пяти и больше детей Александр Лукашенко вручив орден мати 18-ти представницам пригожего пола. Усяго державные узнагороды с рук президента краины сегодня отримал 31 человек. У приватности олимпийская чемпионка Ганна Гуськова стала уладальником ордена Айчины 3-й ступени. Так само присвоены черговые воинские и специальные милицейские звания. Отзначена работа супрацовников мытной службы и прокуратуры. До святочной темы мы еще вернемся зараз до инших подей гетага дня. На сегодняшнем посаджении Гомельского гарвы Конкама вырешено подрыхтовать план-график проведения инвентаризации земельных участков. Такое решение выкликана ситуацией, что склалось на территории города. Только летость у громадян было конфисковано коляста земельных участков. Увагуле за 3 опошние годы державе были вернутые 435 участков. Основная причина невыконання потребований по терминах будовництва жилых домов. Наверное, не глядячи на махшимость узвядения жилья на протягу семи годов, многие улазники наверное, за таки достатково протяглый термин не предпринимают нияких действий. А про то, в минулом году землеупродковальная служба инициировала конфискацию земельных участков с недобудованными домами. Этот процесс проходил в судовом парадку. Два участка у нас было изъято в городе Гомере с наличием фундамента. Это были достаточно длительные судебные тяжбы по этому поводу. Это длилось больше года. Наше решение обжаловалось в Верховный суд, однако было оставлено без удовлетворения. Эти участки были изъяты. Собственникам были выплачены денежные средства и мы продали их буквально недавно с аукционных торгов. И достаточно удачно. Майстер-классы, дегустации, музыка и подарунки. Сегодня Гомельское областное объединение профсоюзов провело прием жаншин, присвеченный восьмому сыковика. Как удельницы урочистости урыхтовалися до свято и какие сюрпризы поднесли им организаторы. Ведая Олег Синцеров. Девять годин ранец до початка урочистого приема областного объединения профсоюзов три годины. Загадчик в творчестве столовой 49-й комельской середней школы Наталья Тимошкова еще находится на своем процедном месте. Работы саправдой шмат. Сегодня для наученцев необходимо подрактовать больше тысячи порций разностранных страв. Неколи Наталья Тимошкова начинала свою процедную деятельность кухарам на сучастной посаде больше 10 годов. Кажется, что свою профессию любить, тем больше, что она допомогает и у хатних справок. Дома женщины ждут самые великие прихинники кулинарных талентов муж и 18-ти годовый сын. Сын у меня постоянно заказывает макароны по-флотски или солянку мясную сборную. Мне больше все нравятся разнообразные запеканки, картонные, овощные, рыбные, пироги люблю выпекать. Больше все нравится выпечкой заниматься. Но вот Нагнедича на удел в урочистовцах в этот день для Натальи Тимошковой выходным все-таки не стал. После завершения свято придется вернуться на працу. Прогатование ежи для школьников проходит на протягу усягодня. А лепакуль на перде некольких годин приемных ураживаний. Тем больше, что организаторы подректовали для уденец шмат сюрпризов. Начинаючи от мастер-класса по макияжу до презентации ювелирных и кондитерских вырубов. Тут саправды было не только на что поглядеть, а ле и чем почаставаться. Бесплатная декустация тортов и пирожных для уденец в урочистых расходу это бы дай галлоны с покуса. Бо у жанчины одночасово смыкаются два ожидания похудеть и съесть тортик. Непосредственно урочистые приемы областного объединения профсоюзов на этот раз проходят в культурно-спортивном комплексе Гомельского отделения Беларусской Чигунки в импровизованной зале ТЭЯ, кого официально называют профсоюзным активом. Это пригожие женщины не только клопотятся об своих семьях. Подчас урочистых гоноровую грамоту областного объединения сирот инших отрымливая и оператор котельни жидковицкого коммунальника дякаючи таким женщинам у домах горожан завсюду тепло и утульно. Подарунки кветки музыка сегодня это все для их каханых и поважанных грамадянок мати и захованниц семейных каштовностей. Олег Синтеров, Владимир Игапанько, телерадио компания «Гомель». Первые дни соковика как раз той самой час, коли каждой женщине хочется обуджения. У Гомельской области стартовала промеркованная до 8-го соковика республиканская акция «Мамина весна». Я ей ладить республиканское громадское объединение батьков недоношенных дятей рано. Головная мета заробить подарунок женщинам, которые опынулись в тяжкой житевой ситуации и показать, что не глядяши на обставины места святуюсь зауседы. Гомельчанка Мария Шарникова разом с мужем выховывает двоих детей. Старый шахлопчик особливое дитя. Кирилл заявился на свет значно ранее вызначенного термину. Под аппаратами и пильным наглядом урачов ослаблены новонароджены отстойва управа на житё некольки месяцев. Специальные процедуры протягиваются и зараз, а тому визит до профессийного визажиста. Для молодой женщины своего рода психологичная разрадка и мягчимость подумать про себя. Мы проснулись, быстренько покушали, собрали деток, поехали в больницу на процедуры, потом на коррекцию ногтей и быстренько на остановку и к Татьяне. Мне нравится, когда и укладки делают, и прически, и с лицом когда работают. Я же, как любая девочка, должна похвастаться. Наполнить светлом и прыгажостью перецвяточные будни женщин, которые выховывают детей в неполных семьях и детей с особливостями развития. Такую мету ставят перед собой координаторы акции «Мамина весна» и мастеры индустрии моды и прихожостей, которые охотно отгукнулись на запрошение громадского объединения рано перетворить обычных женщин у соправдных королев. Вольга Корнеевская так само поспела примерить на себе незвыклы для ее образ. В эти морозные тепла, радости. Это был опыт очень неповторимый, можно так сказать, потому что не каждый день ты целый день проводишь в салоне красоты. Эмоции просто захватывающие, просто нет возможности их описать. Женщины с особливыми детьми чулые, спагадливые, эмоции духом. А тому задача парикмахеров, стилистов, массажистов, фитнес-инструкторов подкреслить женучую привабность и дать стимул для в основах обновления, деля их детей. Это люди, которые никогда фактически не участвовали в таких профессиональных съемках. И для них это первый опыт, очень большой подарок и память, потому что в таком образе они совсем по-другому выглядят. И, ну, конечно, очень приятно подарить им эти эмоции. Делаем прически, делаем макияжики, делаем так, чтобы женщины, глядя на себя, понимали, что они лучше всех, что они красавицы. Как любой бутон, она раскрывается, сияют глаза, появляется желание свисти и пахнуть. Для республиканского громадского объединения «Батьков недоношенных детей» рано все летняя акция «Первая ластовка». поступова степлая инициатива переросла у масштабный проект, який захопил немало майстров свету моды и прихожостей. Дякуючи их активности, доброчинная акция «Мамина весна» им клива набирая обороты у Гомеля, Речицы и Мазыры, а так само и инших городах Беларуси. Наталья Игнатенко, Игорь Марышенко, Валерия Игапанько, телерадио компания «Гомель». Саправдная весна – это кветки, усмешки и теплые словы. На переддне кронального и романтичного женочного свято наши корреспонденты побывали у кветковых крамах, а так само вышли на улицы города, как доведаться, какие подарунки завтра марать отримать гомельчанки. Святочный сюжет у Марины Джалой. Спочатку наша здымошная бригада наведалась у невеликий магазин кветок у центра Гомеля. Не глядячи на правдный ажиэтаж. Большость наведовальников – мужчины. На кветки яны не скупятся. Раятся с продавцами и купляют шиковные букеты ружей и охапки тюльпанов. Кошт на поштне за штуку – 3 рубли. Такая цена на их тут тримается уже некольких годов. Дорогие интервью с продавцами мы так и не записали. Им в прямом сенсе было нема, коли поднять голову. Кажут две ночи, амаль без сна. Рыхтовали кветки до продажу. Сёння пик. Уже продали некольки сотня букетов, 80% зих тюльпаны. Не обмянули мы и один з рынков Гомеля. Тут так само не пройстим. На вокал десятки местов знов же с тюльпанами. Кошт на их вагается. У середням букеты с трех кветок от 4 до 6 рублев. Продавцы задоволены, что покупников всё летозначно больше, чем летость. Але конкуренция выше. Некто выросшивает тюльпаны самостоинно, гандлевать проезжают навыц з інших областей. Некто купляет кветки у фермеров, заказывают их голландских прыгажунь. Мы так само поддалися с покушенью и купили букеты. На доход свято стал отшуваться еще вострей. Выращивают цветы для жизни и для радости нашим женщинам, чтобы им было приятно на 8 марта подарить цветы. Стараемся как-то по возможности продать. Подбираем люди, просят цвета, по одной штучке упаковываем, по несколько. Как кто просит, так и стараемся сделать приятно людям. На зворотном шляху наша бригада затрималася у сквер у мягромыки. Мы вырешили спытать у женщин, какие подарунки я не чекают на 8 месоковика. На дворе прогулка мне вельми сприяла. Да, мы спешались, а ли погуторить с нами больше сгоржалась. Цветы. Вот самое интересное, что раньше цветы не любила, как стала мамой, какое-то такое романтичное настроение. Тем более сейчас очень много снега, и как раз цветы создают такой весенний запах, радость. Очень хочется цветов. Только внимание, звонки от сына, от невестки, ну и от своих любимых, родных, других, дорогих людей. Хочется общения близкого с внучками, с дочками, с детьями, вот, ну, таких родственных, укрепления родственных отношений. Цветы – это уважение для женщины. Хорошее настроение и близких людей рядом. Подарки, цветы, например, и конфеты. Мы сподяемся, что все добрые и тропятки пожеланий женщин обовязково исполнятся, а мужчины будут выполнять их не только восьмого саковика. Марина Джала, Игорь Маришенко, телерадиокомпания «Гомель». На выходные святочные выходные будут на два дни дожайшие зазвычайные. С этой нагоды кинотеатры в области подрихтовали для глядача в шерах премьер в тем лику и романтичных. Мужинам можно скорыстаться макшимостю и запросить свою каханую на спотканье в кино. Боя на это восьмого саковика у международный жанночий день почнется прокат одразу четырех картин. Романтичные комедии, пригодницкая фантастика и драматичный триллер. Кинопрокатчики пропонуют самое лепшее. Сирот премьер две российские комедии. Фильм «Я худею» рассказывает про жизнь несколько десятков килограмм и одновить односины можно увидеть на кинопоказе. Эти булки потом в твои булки уходят, а картошка в прыщи. Приятного аппетита! Еще одна российская кинопремьера, но здравствуй, Оксана Соколова. В фильме потешная история с разряду «Нечто пошло не так». Головный герой фильма наконец-то отримовывает шанс увособить свою мару, стать популярным. Его запросили вести программу на уже ночным голосом. Ставши закладником недоречной ситуации, герой идет на все, как вернуть голос и не упустить свой излом времени. Наприконцы список премьер драматичный триллер погружения. Он офицер разведки, она навыковец океанолог. Ему продвижается небезопасная спецоперация в Сомали, ее глубоководная экспедиция. И теперь в минуту выпрямления в полонию боевиков, в ботискафе на глубине океана. Все, что у них есть, это их любит. Очень разнообразный репертуар. Кинотеатры будут работать практически с утра до позднего вечера для того, чтобы предоставить возможность зрителям посмотреть практически фильмы всех жанров. Может быть, за исключением фильмов ужасов, которым, наверное, не совсем место в эти дни на киноэкранах. Евгения Савина, Ганна Корольчук, Игорь Морисченко. Телерадо. Компания. Гомель. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте. В интернете по адресу www.tevrgomel.by Далее эфиры де-факто и спортивный огляд. Я с вами развитываюсь. Всего доброго и до встречи. эфиры. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Он не стал снимать происходящее на камеру телефона, а проник внутрь задымленного помещения и спас жизнь пенсионерки. 6 марта в 17.18 спасатели Гомельского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре жилого дома в деревне Головинцы. По прибытию к месту происходило открытое горение кровли деревянного потушить в течение нескольких минут. В результате пожара уничтожена кровля, повреждено 15 квадратных метров потолочного перекрытия имущества внутри. Как выяснилось, еще до прибытия подразделения МЧС очевидец пожара, 30-летний мужчина, проходивший мимо, увидел горение внутри домовладения, проник вовнутрь и вывел пенсионерку 1934 года рождения хозяйку дома наружу. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий нарушения правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов. Курсы вождения в Хойниках теперь будут проходить в менее комфортных условиях. Котельная, отапливающая здание местного ДОСАВ, получила сильные повреждения в результате пожара, произошедшего минувшей ночью. Около половины первого спасателей Хойнинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям выехали по сообщению о пожаре котельной по улице Садовой. По прибытию спасателей к месту вызова происходило открытое горение кровли котельной, на которой снаружи висел замок. Пожар был оперативно ликвидирован спасателями, пострадавших нет. Котельная представляла собой пристройку к двухэтажному административному зданию. В результате огнем частично уничтожена кровля, повреждены стены и потолочное перекрытие. Причина пожара устанавливается. Вчера в Гомеле недалеко от центрального рынка под колесами микроавтобуса попала женщина. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Примерно около 12 часов дня 46-летний водитель управляет автомобилем Volkswagen Crafter двигаясь по улице станкостроительный проезд в городе Гомеле совершил наезд на 56-летнюю женщину, которая предположительно переходила проезжую часть дороги. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. По словам очевидцев, в то время когда пешеход переходила дорогу во дворе около дома номер 29, Volkswagen выезжал задним ходом. Женщина скорее всего подскользнулась и угодила под колеса. Согласно навечно следовой информации зафиксированной в ходе осмотра места происшествия было установлено, что водитель совершил наезд на женщину находившуюся позади автомобиля. После чего проехав некоторое расстояние вперед вышел из автомобиля и извлек ее из-под транспортного средства самостоятельно. Такой обзор происшествий к этому часу. Берегите себя и своих близких. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. В экстралиге чемпионата Беларуси по хоккею определилась одна полуфинальная пара. Путевку в главную серию Кубка Президента будут оспаривать столичные юности Солигорский шахтер. Команда Михаила Захарова в четвертьфинале оставила неудел Лиду. Горняки одолели Жлобинский металлург. Четвертый поединок стал жирной точкой в этой серии. Выявить победителя командам удалось только на экваторе второго овертайма. На 89-й минуте Андрушенко вывел шахтер в полуфинал. Гродненский Неман без проблем одолевший в четвертьфинале Химик в ожидании оппонента по полуфиналу. Противостояние Гомеля и Динамо Молодечной растянулось минимум на пять матчей. Накануне Рыси не смогли поддержать свой победный почин двухдневной давности. В четвертом матче серии ведя 2-0 Гомель уступил 2-4. Счет в серии 3-1 в пользу Зубров. Пятый поединок противостояния пройдет завтра в Гомельском ледовом дворце. Отступать хозяевам некуда. 10 марта гонбольный клуб Гомель в заключительном туре первого этапа женского чемпионата Беларуси принимает на своей площадке главного конкурента БНТУ БелАЗ. В нынешнем сезоне Чаттера. Две игры завершились в ничью одна поражением Гомеля. Чтобы сравняться в таблице чемпионата с БНТУ по набранным очкам гомельчанкам необходимо побеждать. Матч состоится в Гомельском дворце игровых видов спорта начало в 17.00. По окончании первого этапа чемпионата женская национальная сборная Беларуси под предводительством Тома же Чаттера проведет сбор. В его рамках команда сыграет два матча квалификации чемпионата Европы 2018 года. Открытый республиканский турнир клинки Полесья вновь собрал в Гомель юных фехтовальщиков со всей страны. Параллельно проходило и первенство Гомельской области. Воспитанники Гомельского областного цора по прикладным видам спорта на домашнем старте без наград не остались. В личных соревнованиях раперистов победительницей стала Анастасия Назарова бронзову Марии Лузяниной. В командных состязаниях у гомельчан две награды серебряная и бронзовая отличились юноши. В турнире саблистов хозяева также собрали богатый медальный урожай. В соревнованиях юношей гомельчане заняли весь пьедестал турнира клинки Полесья. Победил Алексей Терещенко. На втором месте расположился Кирилл Панкевич. С бронзой остались Артур Галайденко и Алексей Колбенев. В состязаниях команд гомельские девушки заняли третье место. Юноши добыли золото и серебро. В конце марта примет участие в республиканском турнире «Олимпийские надежды». Команда будет представлена 18 участниками. У нас нет шпаги, поэтому половину будет раперисты представлять, половину саблисты. Соответственно, девочки и мальчики. Предварительный состав уже есть по результатам этих соревнований. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.